Привет, друзья! Сегодня у нас в ролике Морсинг. Этого героя изменили не так сильно, как остальных, кто у нас был в роликах до этого момента, после патча 7.30. Но изменения все же присутствуют. Небольшой бустовой форма. Расход маны был 140, стал 130. Нерф адаптив страйка. Базовый урон уменьшен. Был 70, 80, 90, 100, стал 40, 50, 60, 70. На самом деле, неприятно. Последнее изменение коснулось ультимейта, Морфа. Теперь, если у владельца этой способности нет Аганим Шарда или Аганим Скиппетера, он не копирует способности, дающиеся за их покупку. По изменениям все. Начальный закуп 6 танга, 2 айрон бренча и целых 2 цирклетки. Интересно, что он с ними будет делать. Виномайтер проседает по ХП. Одну тычку буквально нужно дать. Ну и сам Сайленсер, с которым стоит Морфинг. Тоже 0 хп и рискует сейчас откинуться. Юзает фласку. Виномайтер подходит. И смогут ли они вместе с Энкингом запинать? Одна тычка, подкоп от Энкинга. Морфинг просто игнорирует эту ситуацию. Буквально одну тычку можно дать. Даже сейчас можно было закатиться на вейформе. Но понятное дело, когда у тебя 500 хп, а сейчас вообще 400, получать одну даже левую тычку неприятно. Наблюдаем мы сегодня с вами за Тимада из команды Undying. Он 9 ранга, имеет 400 игр на Морфе с винрейтом около 55%. Что интересно, у нас сегодня средний ММР вообще очень высокий. Почти все входят в топ 100, но и сами видите, как много проигроков. Давайте пробежимся по рангам. 19, 32, 116, 251, 71, 9, 75, 79, 95 и 195. Такие проигроки, как Му, Гунар, Даркил, Мун, Эм, Ритсу. Ну и теманды, за которыми мы наблюдаем. Как вы уже видите, стоит он вместе с Сайленсером против Сэнкингавина Мансера. В миду у нас... Так, а что у нас в миду? У нас Тролль Варлорд против Тинни, получается. А Темпларка это Кэрри. Получается так. Просто, возможно, здесь какие-то временные свапы. В харде у нас стоит Эрспирит вместе с Рикки. Ну и да, против Кэрри Темпларки, которая сейчас все чаще и чаще появляется. Вместе с Тринтом. Морфлинг непростой. У него 24 уровень Платины. Соответственно, почти регис. По крипам 17 на 8. Такой же крипстат, как и у Темпларки. Мешает сделать отводы Сэнкинг. Есть Сентряк, поэтому он за это поплатился. Фраг, правда, забрал себе Сайенсер. Мог бы и оставить Марфу. Марфу приезжает Маска. И на линии сейчас, в принципе, никто ему мешать. Стоять уже не будет. Есть Аджор. И если что, можно будет в лес убежать. Только я сказал про то, что никто не мешает. И сейчас он чуть не откинулся. Слишком все-таки мало ХП было у него. Перекачивается в силу. Внес хороший ДПС по Сэнкингу. Просто последнюю тычку нужно дать. Хорошо, он и так догорел. Второй раз подряд погибает от Сайенсера. И Виномансер тоже должен погибать. Ну, тут хотя бы фраг достался Тимада. Начало вообще замечательное. Избивают просто эту линию. Сколько же типов полетело сразу же. Мортинг перекачивается максимально в ловкость. Сейчас бы был бы Зевс с ультой. И было бы замечательно. Но, благо этого Зевса нет. Добивает всех крипов. Ну, с уроном под 100 это не сложно сделать. Главное с таким уроном не погибнуть. От любого рандомного спыла. Но я думаю, что у Тимада реакция хорошая. Поэтому такого он не допустит. Везет себе перчатку. После маски собирает ПТ. А, предварительно принес себе бант. На плюс 6 ловкости. Теперь урон вообще запредельный. 105 на пятой минуте. Темпларк освешает даблкил. И мы видим, что... Мор с Салом остается один. Неплохо они, конечно, подрались. Счет 4-6. Активные действия не только у нас на линии происходят. Но еще и... На других частях карты. Так, телепорт от Спирита. Влет будет ли в Сэн Кинга. Выбирают Эномайсера. И отсюда он никуда не убегает. И снова фраг достается Салу. Он как будто и не пытается оставлять. Морфлингу. Может быть, ему нравится бегать со счетом 3-2-2. Может быть, это знак. Но, конечно же, сомневаюсь. Ну, размен, наверное, не самый хороший. Сколько насыпало? 275 галды. Гунару. Насиние. Вражескому мидеру. Ну, хотя бы смогли забрать. Виномайсера. Что тоже хорошо. Прилетает ПТ-шка. Тинни не останавливается. Продолжает свою серию убийств. Убивает Тролля. Учитывая, что на других линиях все довольно нехорошо. морфу нужно будет очень стремительно наращивать свое преимущество. Потому что надо как-то камбэкать эту ситуацию. Давайте посмотрим, какая у нас экономическая ситуация на карте. Морфинг 3-300. Тролль 3-300. И Темпларка вместе с Тинни находятся на первых местах. 3-600 и 3-700 галды. Ну, собственно, да. Вот это и у них плюс. Примерно галды на 500, 600, 700. Наверное, как-то так. Тинни. Хорошо. Превратился в Тинни, подбросил. Есть урон. И снова фраг для Саула. Ну, как так? Третий фраг. Он стилит у морфинга. Но самое главное, что, конечно же, сделали фраг. Потому что Тинни мог еще и убежать. Поэтому ничего страшного. Тем временем, Трипл Килл совершает роль Варлорд после Возрождения. Ну, от камбэкал. Замечательно. Ситуация сейчас должна вернуться к нулю. Тысячу золота заработали. Тинни возвращается вниз. Видимо, ему здесь понравилось. Так, вот это надо зафармить, потому что Тинни сейчас это состилит. Нейтральные шмотки как раз подропаются. Потому что бегать с лопатой в морфингу, наверное, не совсем прикольно. Выкопал себя манго. Но ничего интереснее не выпало. Только кинопсик. Сборка, в принципе, классическая. После ПТ-шки. Фастбай я вижу монту. Монтаж у нас не поменялось. Да, монта без изменений в патче 7.30. Чувствую я, что сейчас здесь будет драка. Слишком много героев собрались в одном месте. Морфинг решил снести вард первым делом. Тинни выбрасывает морфинга к виномансеру. Но я думаю, что это ему не поможет. Очень неплохо его застопил Эшспирит. И еще один фраг для не морфинга. У этого парня уже 5 ассистов. Но драка закончилась хорошо. Два фрага, 700 голоды подняли. Это радует. Меньше фрагов, чем у морфа, только у Рики. У него их просто ноль. О, это какая приятная вещь. Вещь приятная. Правда, веберизм теперь не стакается. В процентном соотношении. А просто дается по 7 за каждую атаку. Именно после маска. Убили еще Сенткинга с деревом. Эшспирит. Сколько у него осталось, 100 хп. Но не выживет. А нет, выжил. Пролетел сквозь хайграунд. Я думал, сейчас будет плевок от Виномайнсера. И все. Но не тут-то было. Очень смело прыгает Виномайнсера. На подхвате здесь Рики с ДДшкой. Закастал Митюрхаммер. Правда, мимо. Лучше бы он прыгнул. Накинул тучку. Морф у нас погиб. Рики здесь очень слабо сыграл в этом моменте. Мог намного лучше импакт внести. Да, да, еще и откинулся. Трипл килл. Только я думал, что Радиант какое-то преимущество получили. Сразу же его потеряли. А именно, да, 1000 золота. Хотя размен 3 в 2, но по деньгам намного больше получили Дайер. И преимущество у них 1000 золота. А счет одинаковый. 13-13. Морф возвращается на линию. Есть Яша. Цирклетки свои он не трогает. Просто они лежат и занимают инвентарь. Когда придет время, просто их продаст. Никакие варайсбенды сейчас не собираются. Даже о них не надо думать. Пустая трата денег. И занимают еще место. А продавать уже не совсем приятно. Цирклетки себя окупают целиком и полностью. Тини. Должен погибать. Хорошо. Морф забирает фраг. На мансер. Прогоняет его адаптик страйком. Хорошо. Еще один фраг. Сенткинг. Есть ли вижен? Вижен есть. Сентри. Очень далековато он находится. Урона хватает. Вместе с топорами, с вейвформом. Совершает трипл килл. Замечательно. Так. По раскачке. Замаксил вейвформ. Адаптик страйк в единичку. Замаксил, понятно дело, перекачку. И морф также в единицу. Одиннадцатый уровень. Талант. На десятом взял. Плюс 250 к дальности вейвформ. Но все равно темпларку пока не может догнать. У него 7500. У морфа 6900. Хотя казалось бы, какая классная ситуация у морфинга по фрагам. У темпларки она намного скромнее. 2.01. Но фарм потенциал у него просто намного выше в начале. Погибает Тинни и снова фраг не достается. И этого тоже не смог добить. За этим можно просто забавно наблюдать. Сколько же золота теряет? Морф. С одного крита совершает даблкил. С молдак. Красиво. Правда, красиво это для Дайер. Ну, пока тут ничья. Очень равные идут обе команды. Счет 19-18. Тысяча золота ровно разница. Да, и мидеры также идут на говного. Ну, тролль чуть-чуть обережает. Это и не удивительно. Монта у нас уже есть. Я так понимаю, летит в курьере. Купился сразу 3 цирклетки. Очень не хватает маны. Давайте закуп. Драгонлендс и Дизоль. Морф вместе с троллем. Собираются снести тавры вверху. Время не теряют. Пока есть... Пока союзники создают спейс. Падает вышка. Главное, чтобы они слишком сильно не нафидели. Иначе не окупятся. Ну, как мы видим, нафидели слишком сильно. Погибли все. Кто там был? Морф тем временем подфармливает вражеский лесок. И здесь его никто не видит. Хотя я думаю, что скоро уже поймут, что слишком долго нет морфа. Где он не показывается. И выдвинуться на его поиски. Темпларка нужно принимать. Загуляла слишком далеко. Сбивают рефракшн. Есть ультимейта сенсора. Ну и отсюда никуда уже не скрыться. Отлично. Поплатилась за свою ошибку. Дерево. Хорошо. Можно идти дальше. Есть ресурсы. Замедление. Трипл килл. Наконец-то фраги стали появляться. Можно, мне кажется, еще идти, не принять. Влетает. Эрспирит. Отлично. Хорошо. И это четвертый фраг. Правда, его уже... В копилку для тролля. Он отправляется. Сносит Тауэр Медун. Сколько заработали-то денег? 1900. Очень неплохо. Влетает Сен Кинг. В троих героев. Но его сразу же и приняли. Морф сфокусировался на Тауэре. Остальным надо убегать. Ну и не смог убежать единственный Эрспирит. В любом случае, размет замечательный. Снесли вышку. Подрались в плюс. И получили свое преимущество. Но игра все равно зеркальная. 24-23. Тысяча не так много. После монты у нас Сатаник на очереди. Осталось дофармить Ривер. 2800. Помбрейдс. Отлично. 10 к ловкости для морфинга. Это всегда приятно. Смог обогнать Темпларку благодаря этому файту и Тауэру в миду. Гифт, Аквила. А, Аквила. Это у Дайр. Дайр сносит Тауэр внизу. Морфинг. О, вернее, не морфинг, а Виномайсер. Я думал, что он спровоцирует драку. В итоге взяли и шотнули Саленсера. Поэтому морфингу лучше отойти. Двигает Эр Спирит. Юзает смоки. Здесь под смоками Тауна надо идти наверх, помогать. Дварка 16 уровня. Морф взял талант 15 к ловкости. На 15. Не захотели бежать. Мне кажется, можно было кого-то найти. Так, видно. А вот и Динамайсер. Хорошо. С ним вопрос решили быстро. Счет 9-1-8. Какая-то ссылка. На кардана. Советую не переходить. Криптовалюта это всегда риск. Но мы сейчас смотрим за морфом. Так, я понимаю, что они хотят зайти на Рошана. Дайр это видят. Поэтому, возможно, будут драться. Синккинг подставился. Получил Сала. И без него уже можно спокойно убивать Рошана. Если Эдайр захотят его как-то задефать, то они уже будут в меньшинстве. И шансов у них будет не так уж и много. Динамайсер. Отлично. Морфинг тем временем уже превосходит богов. ДД-шка. Вот под ДД-шкой будет вообще круто. Правда, может быть, ее лучше взять троллю. Да ладно, хотел Тинни своровать прямо перед носом. Прыгает, но успел закинуть боттл. Я думаю, что сейчас за это поплатится. И вместо Рошана они будут убивать Тинни. Морф. Да ладно, он же сейчас умрет. ДД. Почему ДД не активирует? Активировал ДД-шку. Немного поздновато. Потерял в ДПСе. Байбэк от Тинни. Даблкил совершает темпларка. А почему боятся? Есть же ДД-шка. Есть ДД, была Монтам. Решил все-таки аккуратнее сыграть. И жалко, что Рошан не достался. Возможно, более прибыльным решением было бы что он сделал. Почему он Незер Шаул взял в приоритет Вамбраицу. Либо это мисклик, либо это странное решение. Ну, как бы 8% куровных заклинаний конечно хорошо. Ну, не знаю. Мне кажется, что здесь к ловкости все-таки поинтереснее смотрится. Был бы у него сейчас какой-нибудь Эзерил, например, но больше бы смысла имело, наверное. принимает Тинни. Вларка прожимает БКБ. Без БКБ можно уже подраться. Прожала она его зря. Ну, они просто несли вышку и отходят. 22-я минута ситуация все еще непонятная. Тысяча золота как была, так она и осталась. Пларка на первом месте по Нетворцу 14700 Морф отстает всего лишь на 300 голды 14400. Тинни. Загулял в Миду. Никто его здесь не подсейвит. Да, идут на Рошана. Идут на Рошана, но опять же, если влетит Сент Кинг, Тренд, Виномайтер, то будет очень много урона массового и рискуют даже проиграть эту драку. Так, Сент Кинг пошел. Ну, подмоги не было, конечно же, один он ничего не сможет сделать. Непонятно, зачем он влетал, как они так не скоординировались. Темпларка где-то вообще в другом месте была, убивала Эр Спирита. Был бы какой-нибудь Вижен, например, трапы можно было поставить, и мог бы влететь под конец, попытаться своровать Аегис. В итоге Рейденс забирает Рошана, Аегис берет себе Морф. Идет в лесу, кого-то сейчас сможет найти. Везде змейки Виномайтера, а вот он и сам под Т2 стоит. прилетает туда Тини можно принимать вся команда. Небольшое затишье. Бларком. В первую очередь фокусить нужно ее. Ленинг хорошо. Исчез моментально. Т2 начинает гореть. Сенкинг внизу. Тоже подпушивает линию. Ну, Рейдиант с этой задачей справится намного быстрее. Тауэр падает несмотря на хилл от Трента. Вся команда расцветоточена у Дайр. Сенкинг внизу, Тини в меду, Трент в лесу Рейдиант. И в итоге нападают Рейдиант на всех по одному и никто не может помочь. Вот как собственно это и сделали с Тини. Подошла темпларка уже под конец и сейчас с ней произойдет то же самое. Если не успеет она убежать. Тепа вот просто нажала. Потому что понимает, что с ней сейчас будет похожая история. Скади 20 лд остается. Курьер отправляет потайную лавку наверное уже. Да, и Курьер с Скади направляется к Марфу. Веник. Интересно, они его там и видели или же он просто к пачке крипов летел? Вполне возможно, что случайно так получилось. Пока есть Айгис. О, хорошо. Клинок от Эарики. Метеорхаммер из Инвиза. И темпларка в таверну. Тренд. Трипл килл. Ну все, это минус сторона. Темпларка без байбека. Что у него по закупу? Не можем мы пока чекнуть. Тини бежит за Тини... Ой, вернее, Мортинг бежит за Тини. Купает Блинг Даггер на фонтане вражеском. Все шло очень равно. Зарешал файт на Рошане. Было видно, как Дайра рассредоточились, и это тоже очень сильно помогло Рейдинтам убить всех по одному, взять преимущество, и с Айгисом соответственно были в себе уверены, зашли на хайграунд. Тембларка подставилась под вот этот дротик Рики, который там с шардом дается. И это привело к такому вот итогу. Но одна сторона это не приговор, конечно же, но пока Тембларка за ресница, падает уже вторая. А это уже серьезно. Тини пытается что-то сделать. Я думаю, Морф сейчас не против умереть. У него Айгис. Он остановит за одну ману себе. Он и так скоро пропадет. Минуты через две наверное. Морфинг отходит. Надоело ему тусоваться под фонтаном. Пропадает Айгис. Тролль кстати погиб. Не отпустили его. Ну и правильно. Нечего заходить слишком далеко пока нету мега крипов. 9000 преимущества. Счет 42-33. Динамайзер. Динамайзер. Сен Кинг. Есть Дасты. На самом деле Морф может пострадать. Отправиться в Морг. Вейформ по двоим. Хорошо. Ну нет, он непробиваемый. Огромный Аджор за счет Сатаника. Хорошо. Веник. И волной его красиво сносят. Остается Темпларка с Энкингом. По миду. И заканчивать. Здесь все понятно. Темпларка не сдает позиции. Так, мы закуп хотели. А чек и Дэдаус БКБ Блин. Но этот закуп ей не помогает. Снова 90 секунд отдыхать. Прыгает под фонтан. А все уходят в фонари, поэтому никого не может добить. Извязает вонту. Фонтан переключается на иллюзии. Бэйбэк от Сенкинга. троллю вгрызается в Т4 прожимает глиф. Видимо хотят чтобы подольше это затянулось. Бивают Рики. Ну и теперь как-то втроем нужно заканчивать эту игру. С бесконечными фонарями даже из Эрел мне надо покупать. Хорошо. Гем подбирает. Денег. Тиня. Ну и здесь чисто фан тут нечего комментировать. Фармит себе красивую стату по фрагам. Тридцатая минута преимущество переваливает за 14 тысяч. Сатаник активирует и вейформом прокатывается соответственно моментально отжирается. И Курьера сохранил. Прилетела ему бабочка вроде как. Ну что ж это был новый морфинг. Итоговый счет 28-1-13. Бешеная стата. Всем пока.